На выборы в Государственную Думу будут работать наблюдатели. Внесенные в федеральный закон поправки ограничивают число наблюдателей, не более двух, которых может назначить в каждую избирательную комиссию зарегистрированный кандидат или политическая партия. Сегодня с наблюдателями, которые будут работать на территории Ненецкого округа в избирательной комиссии, провели обучающий семинар. Список наблюдателей с указанием фамилии, имени и отчества каждого наблюдателя, адреса места жительства, номер избирательного участка и наименование комиссии подается в соответствующую избирательную комиссию не позднее, чем за три дня до дня голосования. Одно лицо может быть назначено наблюдателем только в одну избирательную комиссию. Наблюдатели вправе осуществлять фото- и видеосъемку. В случае нарушения наблюдателем избирательного законодательства его удаление из помещения для голосования возможно только по решению суда. Кроме того, федеральный закон предусматривает, что кандидат или избирательное объединение праве прекращать полномочия назначенного имя члена комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового в ту же комиссию не более пяти раз. Мы сегодня собрались на семинаре с наблюдателями от политических партий и от кандидатов в целях методического обеспечения наблюдателей, чтобы познакомить их с теми изменениями, которые произошли в избирательном законодательстве, чтобы они увереннее себя чувствовали на избирательных участках, понимали свои права, обязанности, а самое главное ответственность. Потому что все участники избирательного процесса обязательно несут ответственность за свои действия. И самое главное, все их действия должны быть направлены на создание таких условий, чтобы избиратель пришел, сделал свой выбор, остался довольным и на весь последующий день сохранил хорошее настроение. В преддверии дня выборов избирательная комиссия призывает избирателей обращать особое внимание на агитационный материал. На официальных листовках мелким шрифтом обязательно должны быть указаны имя, фамилия кандидата, наименование политической партии и реквизиты. Так вот, когда избиратели все-таки видят агитационные материалы, в которых нет таких реквизитов, вся эта продукция считается незаконной. И те, скажем, лица, которые начинают распространять данную агитационную продукцию, они должны понимать о том, что они могут быть привлечены к административной ответственности, вплоть до уголовной ответственности за клевету, за распространение сведений, которые не соответствуют действительности, и поручат честь и достоинство других людей.